Приветствуем вас на канале Наш Таиланд. Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайян, делаем видео путешествия по Таиланду, а также делимся опытом проживания. Находимся на острове Пайям. Это провинция Ранонг. Пляж Као Куэ. Прогуляемся. Прошел еще один день. Подходит к концу поездка на юг и можно подвести итоги и поделиться впечатлениями. Но перед началом хочу немного рассказать цель нашей поездки и маршрут, чтобы было ясно. Будет примерно 8-10 видео о нашей поездке. Начнем с того, что у нас было несколько целей поездки. Первая цель это посещение острова Каланта. В провинции Краби давно собирались, но что-то первый раз не получилось. Второй раз вот побывали. Дальше у нас была цель посетить новую для нас провинцию Ранонг, посмотреть город Ранонг, а также побывать на острове Пайям. Ну вот оно, собственно, по которому мы идем. Расскажем немного о Каланте и поделимся своими впечатлениями о Каланте. Итак, начнем мы с пляжей. Пляжей, конечно, много, на некоторые мы просто не попали, но на добрую половину, скажем, мы попали. Побывали на разных достопримечательностях острова. Ну что можно сказать о пляже? Пляжи нормальные, купаться, как говорится, можно. Вода чистая. Отели. Отели разные, на разные карманы, так скажем. Подешевле, подороже, с завтраком, без завтрака. Выбор огромный. О кухне. Хотелось сказать, что не ожидали мы. Мы думали, что будет кухня гораздо хуже. Ну, я имею в виду еда. Еда довольно неплохая. То, что неплохая, я скажу прямо, хорошая еда. Большой выбор меню в кафе, в ресторанах. Особо понравилась у макашников курица. Такой соус. Мы такого в Паттайе не ели. Так что выбор тоже большой. Ну, если говорить о цене, ну, цена, конечно, как и на островах, на еду. Тут, что скажешь, оно и должно быть так. Что нравится на Каланте? То, что она близко к материку. И переезд на пароме занимает всего ничего минут 15. А между двумя островами, северным и южным, есть мост. И паромов очень много. Уехать проблем нет. Там и расписание, собственно, нет. Подъехал, уехал, подъехал, уехал. Ждать не должен. И цена очень маленькая. Всего 130 бат за нас и машину. То есть, Каланта чем хороша? Те, кто живет в Краби, то почему не поехать на Каланте? Те, кто летит отдыхать на Краби, в Краби, и кто ищет спокойного отдыха, без толп туристов, как на Рейве или на Аонанге. Хипхи, Аонанг, да. Вот Каланта подходит идеально для таких людей. В основном европейцы. Тишина. Так, идешь по пляжу, хорошо. Как говорится, тихо. Да, с каким островом можно сравнить? Он по величине четвертый и стоит прямо сразу за Качангом. Качанг, это который в трате уже, ну, рядом с Паттайой, ну, рядом, 260 километров. Эти острова можно сравнить. Но более развит, я бы сказал, все-таки Качанг. И, например, те, кто живет в Краби или приехал в Краби, да, конечно, почему не поехать на Каланту? А, например, те, кто живет в восточном Таиланде или приехал в Паттайю, ну, смысл им ехать на Каланту? Им, конечно, лучше поехать на Качанг. Ну, а для нас, конечно, это все-таки новое место, новые впечатления, новые эмоции. Конечно же, остров понравился. Ну, как он может не понравиться? Чистый пляж, господи, хорошая еда, огромный выбор. Хорошая еда и интересная история острова. Да, поэтому, кому интересно, смотрите видео, там все будет подробно рассказано. Что еще? Конечно, Каулак не был целью нашей поездки. Каулак – это место, которое находится в провинции Панга. Но мы просто прикинули, что с Каланты доехать до Аранонга, ну, очень будет тяжело. Поэтому мы остановились в Каулаке. И не зря остановились. Мы были в 2019 году и как-то его, можно сказать, недооценили. В этот раз, если говорить обо мне, мне Каулак очень понравился. Три шикарных пляжа, на которых мы побывали. Более цивилизованный, так скажем, более тусовочный. Вот мы в этом районе жили менее, как говорится, средней величины. И более такой спокойный, более тихий. То есть, выбирая любой. И цены тоже разные, естественно. Ну, на первой линии дорого, скажу прям. Дорого или очень дорого? Очень дорого. Два варианта вижу. А мы жили, вот, пожалуйста, за 820 месяц и с завтраком надо добавить. Арендовал ты байк и, пожалуйста, отдыхай в Каулаке. Прекрасно. То есть, выбор тоже. Климат в Каулаке, конечно, прохладно. Вечером прохладно, ночью прохладно. А днем солнце жарит, как надо, так скажем. Ну, и вторая цель нашей поездки – это провинция Ранонг. Про город Ранонг расскажет Ольга. Что провинция Ранонг. Вообще мы планировали посмотреть несколько достопримечательностей в провинции Ранонг. И посмотреть сам город остановиться. И город, ну, такой произвел. Вообще, вроде, с одной стороны, все города Таиланда, они похожи, как братья-близнецы. С другой стороны, у них у каждого есть какая-нибудь своя фишка. Вот, как я увидела Ранонг, он разделен на две части. Одна часть такая, знаете, рабочая. Движуха уже в 7 утра мы ехали. Там уже... Рынок уже вовсю трудится. Рынок вовсю работает, людей кормят. Вот это то место, где действительно домохозяйки не готовят завтрак. В большинстве, я думаю. А на рынке взяли, накормили, или сами кормятся. Ну, вот такое. А за трассой и центр города очень красивый. С красивым парком. Источники горячие. И всё это так вот сделано красиво, удобно для людей. Причём это совершенно не туристическая провинция. Это делается местным населением для местного населения. Ну, конечно же, будет видео. Я хотел бы добавить немного о природе всё-таки. Природа горный такой, ландшафт красивый. И мне нравится, что есть лужайки именно. Что не всё в джунглях, не всё в бамбуке или что-то. Выглядит довольно красиво. Я бы даже немножко сравнил с севером, но климат немножко другой, да. Тут ничего не скажешь. Ну, и цель посещения была, это, конечно, Пайям. Поначалу мы хотели на Калипе, но, слава богу, передумали. Я думаю, я не буду говорить, слава богу. Ну, получилось так, что передумали. Ну, и что мы можем сказать о острове Пайям? Ну, начнём с пляжей. Естественно, тоже будет видео по пляжам. Ну, то же самое. Самый тусовочный, менее тусовочный. И вообще, такой пляж есть, что и только пешком можно дойти. Мы дошли, прекрасный пляж. Мы дошли, да, пляж. И, честно говоря, как-то говорить, вот этот пляж лучше, этот пляж хуже, так не получится никак. Я бы сказал, что у каждого своя цель, своё направление. Там, где более тусовочный, лонг бич, например, там, как говорится, своя клиентура. Здесь больше для семейного отдыха, вот, по которому мы идём. А там совсем дикая природа. Поэтому... Там волны. Здесь бухта очень спокойная, как видите. Вот прям сидим везде и наслаждайся. Да, и бухта сама по себе, конечно, вон как. Красивая бухта на закате. Закат. Вот и сегодня нет солнышка, но ничего страшного. И сам Паям, он, конечно, для такого отдыха более спокойного. И Паям, что я хотел сказать, это девятый остров, именно обитаемый остров, где люди живут, а не такие, как какой-нибудь бамбу, где привозят на день. Это девятый наш остров. Да, девятый наш остров, конечно, который мы посетили. Ну, и как бы можно... Я бы разделил острова на большие, такие, как Пхукет. А вот как раз четыре больших острова. Пхукет, Самуи, Каланта, Качанг. Ну, немножко не в той последовательности сказал, но неважно. Их как-то можно сравнивать. Например, конечно, Качанг с Калантой можно сравнивать, но с Пхукетом Самуи, конечно, не получится их сравнивать. А вот этот остров мы бы сравнили с таким, как Панган. Или Сами, но все равно, если говорить прямо, этот остров мы поставили бы на первое все-таки место. Да, конечно, добираться. Опять я, извините, перебью тебя. Но, во-первых, мне не нравится история сравнения. Ну, я согласен. Потому что каждый остров, он уникален. И они в чем-то, конечно, могут совпадать, в чем-то не совпадать. Но у каждого есть свое, вот как у городов тоже. Почему вы скажете, что это такой вот пустынный остров и тут немного туристов? А Панган, ну там же народу на Пангане. Потому что раскрученное место. Мы были на Пангане в пандемию. То есть нам достался такой... Тишина и порядок. Тишина и порядок на Пангане. Да, мы на Хадрине были, но нам не достались по Мунпази, слава богу. Ну, мы такие, нам это не нужно. А вот ту же атмосферу, которая на Пангане дает вот этот пляж, этот остров. Прям вот один в один. То есть, конечно, как бы сравнивать нельзя. Но все-таки мы говорим именно о себе. Что вот куда хотелось бы вернуться. Где атмосфера такая. Да, здесь атмосфера, конечно, такая более спокойная. Да, конечно, здесь нет телевизора, нет холодильника. Нет, но это в нашем отеле надо добавить. В крутых отелях, конечно, есть. Но и будет совершенно другая цена, о чем мы, собственно, и говорим. Мы лучше остановимся в отеле подешевле, но мы доедем и мы посмотрим. Поэтому, конечно, это дело вкуса каждого. Что больше нравится. Но единственное, что можно сказать. Ну, вот куда бы хотелось вернуться. Что в душу, так скажем, запало. Если говорить о Каланте, ну, я бы, честно говоря, специально ехать 950 километров до города Краби. Потом до самой Каланты. То есть, тысячу километров. Ради Каланты, конечно, не поехал бы. Ну, просто нет смысла. Если говорить, например, о Самуи, то в Самуи, конечно, да. На Самуи однозначно. Именно на Самуи, да. Чем хорош тот же Самуи? Туда можно поехать летом. Чем хорош Паян? Сюда можно поехать в сезон. Ну, вот этот сезон какой-то удивительный. Дождливый сезон просто сдвинулся. И, если говорить, то с погодой, в принципе, нам, ну, можно сказать, повезло. Потому что с завтрашнего дня мы начинаем уже движение назад. Движение начинаем назад. Да, наверное, и здесь мы начнем движение назад. Там камни. Да так оно и веселее. Начинаем движение назад. Поэтому, в принципе, ну, можно как бы подвести итоги и сказать, что на Паян была бы возможность. Возможность, я не знаю, как это выразиться. Ну, поехать можно было бы. Но я, конечно, не хотел бы здесь, наверное, быть все-таки 10 дней. Сильно много. Без телевизора, без холодильника, да. То есть мы как бы, конечно, да, как бы цивилизованные люди все-таки. Но и здесь тоже нравится. Ну, как вот не может не давиться. Да, вот оно, заката почти нет. Но все равно смотрится неплохо. Бухта хороша, конечно. Это только дождь прошел. Мы сидели, ждали, когда дождь закончится. И вот, если говорить о тех же пляжах здесь, на Паяме. Ну, Лонг-Бич, волна. Нам волна не нравится. Кому-то нравится. Нам нет. Нам вот здесь нравится. Тихо, спокойно, хорошо. Сейчас дождик был. Ну, часа полтора. Где-то в часа четыре начался. Ну, по-моему, вот в этом ноябре так оно и идет. Но мы проехали удачно. Только на перевале нас застал сильный дождь. Перевал, когда с Краби переезжали в Пангу. А так нормально все. То есть, в принципе, о погоде можно сказать, что все удачно. Даже если мы обратно поедем, будет дождь. Ничего страшного. Цвет меняется. Заката? Цвет заката меняется. Вот такие наши впечатления и пожелания, конечно. Что все-таки все эти острова, все эти поездки, они подбираются все-таки индивидуально. И мы можем выразить только свое мнение. Кто-то говорит, что, например, Качанг ему так зашел хорошо. Конечно, и неудивительно. Но масса, как говорится, островов, которые зайдут хорошо. Оранжевый закат по ямам. Не вижу просто с камерой. Так что рейтинга не будет у нас. Кому первое место, кому какое. Так что, ну, на этом, наверное, будем заканчивать. Пойдем ужинать, собираемся. И завтра мы движемся обратно. Вот перед вами закат. АПЛОДИСМЕНТЫ